Так давай я тебе расскажу о моей первой встрече с Березовским в Париже, когда ко мне звонит один олигарх из Москвы, это был 91 год и говорит, прилетит мой друг в Париж 30 декабря, ты его встретил в аэропорту, покажи ему Париж, а я жил в Париже с 85-го, то есть я там уже знал, я приезжаю у меня Феррари открытая, слышишь, а езжу я медленно очень, я плохо вожу машину, чувак выходит маленький какой-то такой жиденок, непонятно кто, говорит, меня звать Борис, я сажусь за рулем и едем, он говорит, ты что-то медленно едешь, встань справа, я встал, сел за руль, как дал по газам, мы приезжаем, сам сел за руль, Борис Авраамович, да, и мы поехали, как самый простой и молодой парень, ну, еврейчик такой же, вот, типа меня, и, короче, мы приезжаем в Париж, селимся в классной гостинице, вернее, он селится, я его селю, я приглашаю девушку, он говорит, у меня один вечер, я утром улетаю туда, Сан-Мартан и Сан-Барт, Барталамей, на Новый год, 30 декабря, пришли девушки, он увидел девушек, забыл обо всем и говорит, я здесь остаюсь на Новый год, и я так и не знал, я с ним провел вот 4 дня вместе с этими девушками, вот, слушал, как он разводит девушек, теперь я понял, как вот он развел все государство, я видел на основании, как он разводил девушек, и потом он улетел, и я не знал, кто это. Непалиткорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.